Соперники с победой. Они реализовали свои шансы. Мы, к сожалению, не смогли. Поэтому результат такой. Герой Михайлович, пожалуйста. Хочу побывать болельщиков. Сегодня пришел полный стадион. Это их победа, потому что они ребят гнали. Очень здорово сегодня сыграл вратарь. Видно было первый период, ребята были закрепчены. Все-таки три поражения подряд давило на ребят. Но после забитого гола ребята заиграли по раскованной. Второй период, я считаю, очень здорово отыграли. Но вот это за игры, так все, когда получается, идет все. Вроде получается. Пропускаем вот эти контратаки. Раза 3-0, убежали. Ванга хорошо, наш вратарь очень здорово сыграл в этот момент. Отразил эти броски. Но где-то удача сегодня сопутствовала нам. Герой Михайлович, это вы не психологи случайно помогли? Видите, да? Нет. Да, Павел, пожалуйста. Евгений Александрович, к вам вопрос по замене Костина. Это все-таки она была связана из-за этой грубой ошибки, которую он допустил, когда вы играли в большинстве или по совокупности двух эпизодов? Первый гол он должен был играть. Второй я даже обсуждать не хочу. Не боялись, что по психике ударили тут сразу после такой ошибки снимать голки? По психике чьей? Ну, Дениса, соответственно, тут же он присел и после гола сразу ушел. Вратарь ошибается второй раз, я меняю. Я думаю, что это все объективно. Да, пожалуйста. Спартак впервые в сезоне в Москве выиграл с разницами две шаги. Почему так долго дают все-таки сложные игры? Ну, знаете, голы даются очень сложно команде. Да, вот были какие-то матчи, когда мы забивали очень по много голов. Да, это и Слован, и Медвещак. Но я считаю, что очень много моментов мы создаем, но и не реализуем. Реализация очень хромает. Но это здесь как бы не научишь. Здесь нужно только кропотливая работа. И на тренировках все ходит на игры. Поэтому я всегда, ребята, не говорю, что на тренировках они должны были приближены к боевым действиям, как бы сказать, к игровым, чтобы все делали все быстрее.